всех приветствую мои родные и любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео у нас с вами сегодня первый ролик из цикла ответов на вопросы людей поедающих трупы убитых животных о том почему но и ответы на их вопросы и вопросы можно сказать убеждение или отговорки о том почему они не хотят быть веганами не хотят любить животных и первый самый наверное правильный на этом месте находится у нас оправдание отговорка вопрос можно ли любить животных и одновременно их есть вопрос конечно нет но практически каждый человек заявляет что любит животных по сути мы живем в обществе любители животных но как такое общество может одновременно регулярно ежегодно оплачивать убийство 56 миллиардов сухопутных животных и порядка 2,7 триллионов морских животных в конце концов это ведь чувствующие и мыслящие существа просто желающие жить слышите вот все что я буду сегодня говорить его в последующих роликах о веганстве ведь насколько это очень важно и в то же время просто и понятно ведь ну действительно так все утверждают что любят животных ну здесь очень хорошо написано у эда что практически каждый да есть люди уже совсем обезумели да есть в мире люди я ненавижу животных есть такие он может не скрывать какой браконьер уже ему все уже все стал до лампочки у человека и сердце сердце превратилось в камень на самом деле девяносто наверно пять процентов если не сказать больше все утверждают что они любят животных задумайтесь над этим и все кто меня слушает и вы еще не стали веганами задумайтесь вы же тоже так говорите я люблю животных вы вдумайтесь в эту фразу я люблю животных что это значит что вообще для вас значит это слово любовь я люблю жену мужа маму папу ребенка сына или дочь я люблю свою кошечку люблю собачку я люблю свой дом я люблю дерево что я вкладываю в слово люблю а что я вкладываю в слов я люблю людей я люблю животных что это такое любовь и кто такой животное что такое если для вас или кто такой живут ну это сказал простую понятную всем нормальным людям истина это простые такие из такой же крови плоти как мы с вами мыслящие отрицать это будет только глупец и чувствующие что отрицать быть только бессердечный человек живые для религиозных людей не должно быть секретом богом сотворенных существ то такое животное что значит я люблю животное надо ответить на все эти вопросы первый это я это к вам вопрос ко всем каждый должен у себя задать я люблю животных я поставить ударение на первые слов в этом коротком предложении я люблю животных а что значит я люблю а кто такое животное для меня я глупец что не вижу что они мыслят принимают решение что они свободны я бессердечны что я не вижу что они плачут что они хотят жить и не хотят умирать что они чувствуют радость жизни и наслаждение и переживают страдания и горести болезни там или еще каких непричиняемых бед ответьте себе на этот вопрос с другой стороны мы живем в обществе любителей животных среди которых любят и заботятся о своих домашних животных это собаки кошки морские свинки и хомячки ну и так далее этих животных мы любим ведь невозможно вздумайтесь в эту фразу вы знаете когда сам все знаю тоже вы знаете я сам проповедник все время говорю о любви и вы знаете это будет в дальнейших 30 ответах на вопросы оправдания людей у поедающих трупы убитых животных будет очень часто использовать слово мораль но вот вы знаете вот этот первый ответ и вообще вопросы то как он это собрал мне очень нравится потому что сам я исповедую истину которая в том что бог есть и он любовь здесь он именно оперирует к этому слову что значит мы любим что значит так что я вам пытался задать этот вопрос и пытаюсь добиться того чтобы вы себе на него ответили невозможно любить животных чье убийство мы оплачиваем невозможно тогда не говорите что вы любите животных что вы любите кошечек вы любите собачек невозможно говорит что я люблю людей и оскорблять людей вот когда мне там тычут там ты турпажором сам называешь турпажор это не оскорбление труп а едут я христолюб я люблю христа да кто любит меня иисус брат тот исполняет заповеди моим то есть я своим именованием говорю тем чем я живу какого моя сущность моя сущность христолюб исполнять христов и заповеди я все его люблю он сказал значит я буду исполнять его слово кто такой турпажор то кто поедает трупы убитых живых существ это не оскорбление, это просто правда. Вот и все. Когда я говорю, что вы безумные, а разве человек умный, если он, разве Иисус не употреблял такого слова? Я, как христианин, буду очень часто оперировать к жизни и учению Иисуса Христа. Этим и мои ролики будут отличаться от лекции Эда, текста которого я читаю. Разве человек не безумный, если он видит, что животное мыслит, значит, оно такое же, как я? Разве человек не бессердечный, если он видит страдания животного и говорит мне до лампочки? Разве я обзываю человека и говорю, что вы бессердечные безумцы, идиоты? Это одно и то же слово. Достоевский свое произведение так и назвал идиот. Невозможно любить животное, чье убийство ты оплачешь. И тем более, мы очень часто любим в деревеньке люди, которые сами режут горло одним, при этом тоже его спрошу, он скажет, да, скажет, ты любишь животных? Он скажет, да. Он не скажет, что я люблю только кошечек. Он скажет, что я люблю животных. Спросишь, а ты зачем ей горло вчера я видел, перерезал? Он скажет, что он найдет дальнейшее оправдание, которое мы будем разбирать во всех последующих видео. Но это оправдание, это не любовь. Ты тогда не говоришь, что ты любишь. Говоришь, что ты ненавидишь, потому что тот, кто перерезает глотку, лишает жизни Божьей творения. Ты ненавидишь это животное, ты не любишь Бога, ты ненавидишь Бога, ты ненавидишь его творения. Если вы разрушаете что-нибудь, созданное каким-либо человеком, вы ненавидите этого человека. Вы разрушаете то, что он создал, и что ему однозначно дорого. Посмотрим на отношения между людьми. Если родители избивают своего ребенка, то любит ли такой родитель своего ребенка? Нет. Здесь не идет речь о воспитательных моментах, когда родители могут небольшого ремешка дать своим детям, если уж те совсем выходят из себя, беснуются. В прямом, в переносном смысле. Избивают. Родители, детей, дети, выросшие, скатившиеся куда-нибудь в алкоголизм, там бьют своих родителей. Муж, жену. Жена мужа есть и такой, в тех же самых семьях алкоголиках, где там у женщины совсем крышей едет, мужика колотит. Если муж бьет жену, или наоборот, если это любовь в такой семье, конечно нет. Любовь не делает ближнему зла. Конечно нет. Невозможно. Вдумайтесь в эту фразу. Вот это он не христианин, он не религиозный человек. Я и поэтому хочу записать свою серию видео для людей религиозных, верующих в Бога. Для тех, кто говорит, что они верят во что угодно, там пусть они мантры называют великим началом, но они говорят, что это начало, свет, любовь, добро. Невозможно одновременно любить человека и намеренно, намеренно причинять ему боль и страдания. Речь не идет, когда мы в маршрутке можем наступить человеку на ноги. И то, если мы извинимся, это любовь. Это случайный был поступок. И ты своим извинением сказал, что ты любишь человека. А если ты сказал, слышь, что ты там сзади меня встал, это не любовь. Ну ты же оступился. Ты ненавидишь людей. Ты же оступился. Да, это не преднамеренно. И ненавистью назвать нельзя. Это просто жизнь. Мы толкаемся плечами где-то в больших скопленных помещениях. Хочешь не говорить, что специально толкаешь человека. Невозможно одновременно любить человека и намеренно причинять ему боли и страдания. Это противоречит самому принципу и понятию любви. То же самое применимо и к нашему отношению к животным. В чем разница? Вот вы, кто еще не стали на путь света и добра, не стали веганами, называйте себя тем более. Я, конечно, к общей массе это к любому человеку, кто пойдет на этот ролик, это относится. Но я буду всегда еще давить на религиозных людей, на людей света, на христиан, которых называют себя святыми, а они должны себя назвать святыми. Если вы такими не являетесь, то горе вам. Это соль, потерявшая силу. Это солома, которая никому не нужна и будет сожжена точно так же, как и плевелы. Разве вы не читали слова апостола Павла, какие гимны любви он пел. Любовь не причиняет зла, не делает ближнему зла. Не может человек, любящий что-либо, это разрушать, причинять этому боль. Это не кирпичный или там песочный домик у моря разрушить кем-то там построенный, даже эти люди уже ушли с пляжа, отдыхали, когда нет. Самый страшный грех в жизни самый страшный, потому что он конечный, это вообще отнять у кого-либо жизнь. Ты вообще, ты не то, что ему страдания причиняешь, ты лишаешь человека самого возможности испытывать радость жизни, ну или за счет негодяев горе страданий. А ты вообще лишил жизни существо, просто, причем которому ты не давал жизнь. Даже своим детям, которому родители якобы дают жизнь, на самом деле это лишь Божий дар. Мы сами, Бог может затворить чрево, как и открыть, и вы ничего с этим не сделаете. Бог всему дает жизнь, мы лишь воспитатели, даже своих детей. Дает жизнь только Господь. Разве вы давали жизни всем вокруг, людям, животным? Нет. Разве вас есть какое-то право забрать? Нет. Разве вы считаете, что кто-то имеет право забрать вашу жизнь? По закону вселенной, Бога, Творца Иисуса Христа, поступая с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, разве ты считаешь, что у кого-то есть право забрать твою жизнь? Нет. Никто о себе так не считает. Когда мы относительно своей шкурки применяем любое действие, которое хотим кому-то сделать, сразу все становится понятно, но проблема в том, что мы просто этого не хотим делать. Конечно, все эти видео, которые я очень часто записываю, мне напоминают не то, что бред сумасшедшего, я начинаю думать, слушайте, я говорю такие вещи, которые в принципе кажутся просто нормальными, естественными, это просто закон жизни, и надо человеку, казалось бы, умными, умному человеку, имеющему мозги, не умному, а человеку, умеющему мозги, умный он и дурак, это по его поступкам, ты понимаешь, имеющему мозги, имеющему сердце, имеющему глаза, уши, язык, руки, через которые он в это ум и сердце попадает, его деяние, так скажем, которое он анализирует, что он увидел, что услышал, что пощупал, то же самое увидел, в смысле, что ему какую-то боль причинили, или радость, это же органы восприятия, а дальше превращается через нервную систему, мы либо удовольствие получаем, либо страдание и боль нам причиняет, вы знаете, приходится говорить о каких-то странных, вернее, странно, что об этом приходится говорить, что такое любовь, что нельзя любить и бить, очень часто грешники и вот люди с помраченным умом тычут светлым людям за то, что говорение правды это не любовь, так это не так, от говорения правды это лишь псевдоболь так называем, кто он якобы испытывает, именно это говорение правды и делает человека другого, если он примет то, что сделает его счастливым, потому что невозможно быть счастливым без того, если ты не будешь светом и любовью и добро, если кто-то избивает собаку, вряд ли этот человек любитель собак, слушайте, смотрите, правда, у нас во многих странах есть законы о защите животных домашних, якобы, хотя курицы, коровы, там, свинюшки тоже называются домашними животными, если человек избивает собаку, сейчас можно позвонить в определенные места и приедут человека за жестокое обращение с животным, могут даже посадить за решетку в разных странах, большие штрафы накладывают, но если ты увидишь, что сосед режет корову, которая бежит от него с перерезан глоткой, некуда позвонить, это узаконенное убийство и ничего сделать невозможно. Если кто-то захочет перерезать горло кошки, то мы не скажем, что он любит кошек, и все же наше общество страдает моральным лицемерием. Слушайте, сейчас я после этих слов хочу обратиться опять к христианам. Одно из страшнейших слов, исходящих из уст Иисуса Христа. Все, кто читал хоть раз Евангелие, это знают. Он называл негодяев лицемерами. Кого он называл лицемерами? Иисус пришел, не имея ни вида невеличия. Конечно же, все те великие люди, начальники, правители, и мирские, и религиозные лидеры, учителя, закона, книжники, фарисеи, саддуки, члены, сендариона, все эти религиозные шайки, все, конечно же, тыкали Иисусу, потому что он не имел ни вида невеличия, у него не было титулов, у него не было образования, у него не было ничего вообще, обычная работяга, обычный человек, обычная работяга. Почему он называл их лицемерами? Что такое лицемер? Очень простое, двусоставное опять слово, как и христолюб, как и трупажор. Я меряю по лицу, я посмотрел, кто передо мной, по лицу, опять же, образно, по лику, по внешности. В другом месте Иисус говорил, вы судите по наружности и судите судом неправедным. Он как судит? Так, это мой начальник или там религиозный лидер. Ну, что же, я же не могу ему тыкнуть, сказать, что он тут согрешает, что-то творя беззаконное. Ну, промолчу. А вот этот вот какой-то нищеброд, который мне сделать ничего не может, я наоборот еще и знаю, что я лжец сам или негодей, но я буду всем кричать, что вот это вот и называть черное белым, потому что я себе могу позволить, и он мне ничего не сделает. Я взвесил человека, просканировал, лицемер, померил, да, вот тот мне, и там я готов, даже не прав мой начальник еще, ну, я стою вот так вот, да, ну, а что? Вот оно, лицемерие. И мне хочется к христианам обратиться, вы же лицемеры. Все христиане, если вы не веганы, вы лицемеры. Посмотрите внимательно на эти картинки, специальных добавляю, я на это трачу очень много времени, чтобы найти качественную, правильную говорящую картинку. Только что я вам о чем говорил. В основной массе стран, ну, в ста процентах, наверное, случаев у нас, у нас, я не знаю, страны с узаконенным веганством. И наоборот, ну, поощрением веганства, так скажем, объявлением, объявлением в законе, что веганство это свет, а убийство и пожирание трупов убитых живых существ это тьма. Если вы знаете такую страну, напишите мне в комментариях. Вот посмотрите на эту картинку. христиане, религиозники, вы лицемеры. Так, коровку. Особенно я буду рад, если меня посмотрят в разных странах. Россия. Так, кошечка в законе, ее нельзя убивать. Собачку нельзя. Посадить могут за жестокое обращение, за убийство. Причем у нас в 2020 году поменяли конституцию. Там якобы еще усилили все эти вещи. Так, а коровку? Коровку спокойно. Это назвали красиво животноводством. Так, коровку можно взять и убить. Взять можно теленочка, ребенка убить. Так, это не называется детоубийством. Это называется животноводством и мраморной говядинкой. Так, а курочку можно убить? Тоже можно. Я по лицу померил. Так, ты в законе? Отойди. Так, а ты вне закона? Иди сюда. А Китай? Посмотрим Китай. Так, курочку можно? Можно, вне закона. Она не имеет прав. У нее нет прав, она вне закона. Вне закона. Христианство когда-то было вне закона и христиан убивали нещадно, мучили, насиловали, грабили. А вы что делаете? Вы те фашисты, те антихристы. Один из самых мудрых мемов про веганство это то, что если бы у животных была религия, дьяволом в ней был бы, а он сейчас и является, хотя у животных нет религии, это человек. Антихрист, если бы у животных было христианство, я переформулирую, такого я мемы не слышал, сам создам, если бы животные верили во Христа и были бы христианами, антихристом у них был бы человек, христианин, псевдо-христианин, православный, католик, протестанты, все, кто не являются христианин, тире равно веган. Вы лицемеры, как в Китае, он мерит, так, закон, он не мерит вот здесь, любовь, не любовь, страдание, нестрадание, боль или радость, он лицемер, он по внешней планочке, так, в Китае, коровку можно, можно убить, курицу можно, можно, свинью можно, можно, так, собачку можно, можно, в Китае можно собачку, хорошо, все, тоже вне закона, кошечку можно, тоже можно в Китае убить, лицемерие, и вы называете себя христианами, вы никакие не христиане, вы не христи, вы не христы, вы антихристы, я когда показываю скотобойни ролики, там, ВКонтакте, есть у меня 40 секундный ролик, где корове перерезают горло, и я его всем показываю, потому что он короткий, простый и понятный, четверо мудаков, я так скажу, держит этого корову бедную на полу, и один берет ее, оттягивает ей, и режет все это, и там кровища просто, тьма льется, вот эти вот изверги, исчадья ада, когда вот это творят, я вот показываю, говорю, слышите, вот ваше небесное царство, конечно, пробить практически бесполезно, люди, лежащие возле, пребывающие в грехе, у них что-то становится с мозгами, с сердцем, они видят, как Иисус говорил, имеют глаза, и не видят, и как пророки говорили, имея уши, не слышат, он смотрит, и он не может левой руки от правы отличить, черный от белого, добра от зла, он становится просто слепым, царство небесное, это царство Бога, где Бог царь, это царство любви, ибо Бог есть любовь, царство Божье, царство любви, я говорю, это вот любовь, это небесное царство твое, а почему вы там не живете, на этих скотобойнях, почему вы туда работ, всеми не рветесь, почему эта работа не самая оплачиваемая, если она такая, самая крутая вы христиане просто лицемеры вы живете вы законники вы не христиане христианин это свободный человек исповедующий то что бог есть любовь и пребывающий в любви ко всему божьему творению пребывает в боге в его небесном царстве и она это царство внутри него и бог в нем вы лицемеры вы живете по закону причем даже не по закону религии какой-то вам государство сказала и вам чихать на эти законы на все чихать вам на заповеди на любовь на добро вот закон можно все вот как веган активист может это прекратить никак бойни они в законе ты не можешь поехать на бойню ворваться туда и пытаться защищать их животных ты будешь вне закона потому что убийство это дето убийство матери отце убийства друга убийства что животные наши друзья братья и сестры она узаконена ты не можешь даже видя как сосед творит это беззаконие веган ничего сделать не может он не может зайти на эту территорию это его раб рабы его он может с ними делать все что хочешь это узаконено вы лицемеры вы меряете по лицу так это можно сделать от нельзя этом я могу сделать потому что он мне ничего не сделает заметь все животноводство над кем издеваются кого убивают хищных животных которые хоть хотя конечно до идиота бессердечного до зубов вооруженного пушками и хищник ничего сделать не может но и даже не охота разводит без самых беззащитных что может сделать курочка человеку она при желании его заклевать не сможет он ее одним сапогом стукнет она улетит что может сделать домашнее вот это животное заметьте слова домашние убивают своих домашних что может сделать этот это животное что может поросенок сделать человеку даже не дикий кабан у которого такие клыкяки клыкяки и вот такая вот шкуряка действительно не так просто даже из ружья как говорят застрелить поросенка и убивают детей в основном то просят это дети вот таких берут и перемалывают а курочки а коровки а телят это же ребенок и вы проплачивать все это вы лицемеры вы думаете вы будете со христом в небесном царстве вы будете со своим отцом дьяволом гореть в аду вот где ваше место люди которые заявляют что любят животных платят за то чтобы свиньям коровам курам рыбам овцам перерезали глотки совершенно без необходимости это ничем не обосновать но кроме зомбирование пропаганды якобы нам нужно там витамины до в трупе в гниющем трупе живого существа может быть что-то полезно другому человеку да это же бог такой дурак и придумал такой жестокий мир хотя те же религиозники читают библию в первой главе четко написано каким мир придумал господь где царит любовь и человек как и все животное ела не друг друга а траву и все что растет на деревьях ну все плоды земли деревьев тоже земли растут другими словами если вы любите кого-то вы ни за что не захотите чтобы ваши любимые объект моей любви страдал мучился подвергался сексуальному насилию чем занимаются с животными вы знаете только идет будет корове вставлять по локоть руку в задницу чтобы держать ее матку это только конченый человек будет делать которая не просила человека это делать по плечу точнее руки по локоть пускал парам по самое плечо засовывают получали увечья чтобы у них насильно отнимали детей чтобы их эксплуатировали чтобы им перерезали глотки убивали в газовых камерах про фашизм все осуждают фашизм только если на каждом углу зомбо ящик и теперь еще интернета патриотизм фашизм плохо патриотизм якобы хорошо да а мы не не фашисты для животных вы я-то нет я давно не такой я был таким а сейчас я не такой это неважно кем я был главное кто и есть сейчас а люди не фашисты для животных самые настоящие фашисты мы никогда не будем делать такого с теми кого мы заявляем что мы любим мы можем так поступать только с теми кому мы желаем страдание смерти мы ненавидим если ты причиняешь сознательно боль кому-то ты ненавидишь ты не можешь говорить что ты любишь ты обманываешь себя и окружающих ты без самый настоящий ибо он отец лжи мы можем так поступать только с тем кому желаем страдание смерти а ведь это именно то что происходит животными они страдают и умирают поэтому нельзя говорить что вы любите животных если завод на вашей тарелке лежит их плоть которую вы проплатили или ваш стакан налит их выделение в виде молока или на вашем бутерброди их яйцеклетки вы не можете заявлять что любите животных если вы носите на себе их кожу перья части их тел если покупаете косметику бытовую химию который тестировался на них вы не любите животных если вы не веган истина так ведь если вы действительно если вы не любите животных возможно слово веган кого-то не устраивает то вы не христианин если вы не любите животных вы не христианин христианин и любовь это одно и то же слово святость доброта свет чистота если вы убиваете животных проплачивать их убийство пожирая их трупы если вы проплачивать их убийство чтобы носить их не кожу их не одежду до если вы проплачивать то чтобы над ними проводили эксперименты, якобы для лекарств, так нужных вам, чтобы выжить. Вы и болеете, и все попущения, все эти страдания на людей зачастую именно потому, что мы сами все это провоцируем. А потом думаем, что от этого можно вылечиться и пожать благо за счет чьих-то страданий. Никогда, никакое благо не строится на крови, страданиях и слезах другого живого существа. Сколько революций в мире, войн было, в которых лозунгами были построить небесное царство на земле, да, будущее для потомков, счастье на крови кого? Тех, кого они вырезали, кто их не устраивали в нынешнем мире. Как говорят, на костях предков. На костях предков никакое счастье будущего поколения никогда не построить. То же самое. Вы никакими медицинскими препаратами никогда не вылечитесь, которые получены посредством страданий живых существ. А основная часть науки и медицины на чем поставлена? На испытаниях над животными. А во времена, все так любят фашизм вспоминать, во время фашизма 50% открытий медицинских современных было сделано именно в концлагерях, при испытаниях на людях. Самое идеальное испытуемое. Что там животное, может реакция не та пойдет. Вот. Так может фашизму надо славу воздать. Смотрите, какое добро сделали человечество. Сколько там открыли удивительных. Там же были такие же гениальные, злые гении, которые были в медицине и с радостью этих подопечных, подопытных своих принимали. Им было уже до лампочки. Им привозят и привозят этих рабов, так называемых. Вы не любите животных, если вы не веган. Ведь если вы действительно любите животных, вы показываете это своими действиями. Христианин — это его дела. Человек — это его дела. Господь и Бог наш Иисус Христос сказал, человек познается по плодам. Дерево по плодам, а человек по делам. Иисус сказал, посмотрите на их плоды. И когда я показываю труппажорам их плоды, их дела, на скотобойнях, которые не проплачивают. Вы знаете, я говорю, люди просто ослепляются. Он не может отличать белого от черного. Это же дела. Вот твое дело. И человеку надо сидеть и пытаться как-то доказать, что убийство — это зло. Ты думаешь, а какие еще должны быть слова? Ведь у каждого слова, как говорил апостол Павел, есть свое значение. Смерть. И, с одной стороны, у любого нормального человека, о чем мы вначале говорили, это все вызывает сначала якобы ассоциацию со злом. Да, смерть, страдание. Но только коснулось это применимо к его чреву, и кто-то из этого чрева, из-за похоти его чрева должен умереть или пострадать, сразу у человека находится оправдание. Хотя это зло, и это слово, которое названо этим злом, оно не имеет каких-то разных понятий. Все, смерть — это плохо априори, неважно какая. Это конец. Смерти не должно быть в бытие. Смерть, страдание — это плохо. То, что мы через страдания получаем опыт, уже живя в этом мире, но это не потому, что Бог так задумал, чтобы мы друг друга убивали и причиняли страдания. Нет, это мы в это скатываемся. Вы, если действительно любите животных... Вот, казалось бы, вот этот вот, этот землянин, ну, у него прозвище такой, землянин, его все знают. Ну, наверное, по фирме земляни он себе взял. Вот он не религиозный человек, а истина. Она, как Павел писал, язычники живут с добротой в сердце и живут по совести, которая от Бога, да, как это говорят. Вот он говорит то, что чему учил Иисус. Действие. Если ты любишь, у тебя соответствующие дела. Если ты не любишь или ненавидишь, соответствующие дела. А вот, и он говорит, в принципе, он же проповедует, лекции читает, беседует, пропагандирует, как угодно, назовите разным людям. Он сам не религиозный, это и вот я христианин. Я больше давлю, конечно, и знаю, что я послан к погибшим овцам стада Христова, которые только называют себя и мне святыми христианами. Хотя они и не называются святыми уже давным-давно, потому что для них слово христианство ничего не значит. Это так. Ярлык уже пустой. Потому что дела их не соответствуют святости, они называются все грешными, грешными, супергрешными, да. Недостойными. А вы такие и есть, ваши дела и говорят за это. Жалко только, что вы только на словах всю эту болтовню несете, а по факту, конечно же, это же вы так на словах все. Я грешный, грешный, супергрешный, да. Азмьесим первый из всех грешников. Недостойный. Как они любят этими словами козыряться. Только если бы они знали, только они это все на себя мишуру натягивают. А так-то они такие и есть. Вы же сами себя свидетельствуйте. Сами. Сами. Я вот свидетельствую, что я свят. А почему я свят? Потому что я добр. Посмотрите на мои дела. Так говорил Иисус. Разве Иисус учил нас грешности, грешности, супергрешности и недостойности? Разве Иисус не говорил, будьте как я? Я показал вам пример. И достаточно для каждого ученика, ну это и обязанности, уставить как его учитель. Разве Иисус не говорил, чтобы мы были совершенными, как совершен наш Отец Небесный? А разве Бог не состворил царство любви под названием рай? Разве Он там давал заповедь кого-то резать и убивать? Нет. Наоборот, была дана заповедь не причинять никому страданий. Если же вы действительно любите животных, вы показываете это своими делами, действиями. Вы проявляете к ним уважение, любовь, сострадание и доброту. Я уже выключил ролик и просматривая этот ответ, вспомнил, что забыл кое-что сказать. Вот эта вот картинка, которая у вас на экране, она не просто так, она говорящая. И вот у Эда в этих текстах нет этой темы, но я решил дозаписать ролик. Я все равно потом в Кантазии пережимаю видео, чтобы уменьшить объем для загрузки. Я вот сейчас запишу. Именно в этом мне хочется, чтобы потом это нигде не потерялось. Вы знаете, вот этот вот бред тоже самое. Посмотрите на эту картинку внимательно. Он гладит кошечка, которая рядом с мисочкой, стоит с ножом и собирается убить другое живое существо. Это бред. Особенно я всегда буду говорить, взывая к умам и сердцам людей, читавших хоть когда-то Библию, Бог не творил такого мира. Несмотря вся эта чушь по поводу желудка, там, клыков у хищников, и даже если они в природе это якобы сами делают, это чепуха. Точно так же, как у человека есть выбор, каждое животное ваше, домашнее, так называемое, которое вы продаете, их называете тоже домашнее, кто живет в деревнях, кто в домах у них, только домашнее животное, это кошечки, собачки. Да. Если вы станете кормить веганским питанием, если вы сами станете веганом, и, естественно, вы обязаны будете кормить своих домашних питомцев, кошечек, собачек, там, кого угодно, тоже веганским питанием, потому что, если вы будете станете вот на это похожи, вы никакими не веганы. Если вы вдруг даже сами стали веганы, но своих якобы хищников кормите трупом убитых живых существ, вы никакой не веган, вы никакой не христианин, вы никакая не любовь. Я вам прямо от опыта, у меня просто нет так называемых домашних животных, я пришел в жизни к познанию, к такому пониманию, к совершенному, что никто вообще, мы вообще люди, не должны вообще никого заводить или порабощать. Животные спокойненько, без нас живут, и не нуждаются в нашем попечении. Бог печется и о маленькой птичке. Это мы все заводим до своих эгоистических целей, вот и все, одна единственная цель у нас. Но раз уж вы в это, как говорится, вляпались, и сейчас они у вас есть, если вы перешли на веганство, на любовь, вот эта вот картинка, запомните ее навсегда, она не может быть в вашей жизни, эта картинка не может быть вашей жизнью. Вы не можете убивать одно живое существо, но я об этом, конечно, говорил в ролике, ради жизни якобы другого существа. Это чушь, это бред. Невозможное человеку, возможно Богу. Все эти бредни там даже про желудок, даже если природа настолько исказилась, что же чуть ли это неестественно, там Бог может все. Я почему говорю, особенно поэтому для людей, которые верующие, которые признают великую личность, Бога Творца и Создателя, который есть свет и любовь. Он вот этого не придумывал. Это все дело рук человеческих. Абсолютно. То, что вы скажете, она и без человека, сама там мышку пожирает. Животные не такого развития, не такого уровня, все равно, как люди. У них нету полноты самосознания. Сам апостол Павел писал, что все творение Божье страдает из-за человеков и ждет его откровения. И когда у вас здесь произойдет откровение о том, что Бог есть настоящая любовь, сразу все вокруг вашей жизни, вокруг вас поменяется. Не было так от начала. Вспомните, когда Иисуса спросили про разводы, которые разрешил Моисей. Иисус прямо отправил всех к первой главе книги Бытия и сказал, что от начала так не было. Это все по вашему жестокосердию. Вот это вот все по жестокосердию человеческого. Вы, значит, просто не доросли еще до этого. Вы не способны это принять. Поэтому это не оправдание ни для не веганов. Опять, вот просто это немножко не развил эту тему. Я вот специально, видите, решил дописать. Тоже очень важная тема. Можно было даже в отдельный вопрос, но я... Это все близко здесь же идет, вот этот я люблю животных, да? Я решил все в этом вопросе. Это очень важно. Это как и оправдание для трупажеров не работает. Что, ой, ну а что тогда? Я стану веганом, ну а кошку придется все равно для нее покупать там мясо, фаршик. Нет. Ты тогда ничего не понял. Превыше всего только любовь. За любовь, настоящий, познавший истину человек, способен даже умереть, принести себя в жертву. Если ты исполнен любви, ты готов расстаться даже с жизнью. Ты готов страдать, даже если так получилось, что мы сами в эту клоаку залезли уже, и любой святой человек понимает, что придется вылезти из нее через страдания. Может быть, я не проповедую никогда веганство по здоровью. Может быть, будут сложности со здоровьем. Может быть, организм будет перестраиваться. Твой, твоего питомца. Ради любви приходится и пострадать. Иисус, чтобы явить нам любовь, сошел с небес и отдал себя в руки грешников. Он не обязан был это делать. На нем не было греха. Но он это сделал, дав нам пример. Его убили, унижали, оскорбляли, в оконцовке жестоко, насильственно умертвили. Он это сделал ради любви. Так если мы кричим, что у меня произошло откровение, я понял, что Бог есть любовь, так выяви это в делах. Человек, это его поступки, еще раз надо это всегда в жизни понять. Нет тогда в тебе любви. Ничего ты тогда не понял. Это просто пустые слова. Более того, они сами обличают, как Иисус говорил, если бы вы не имели, не видели бы, если бы вы были слепы, не было бы на вас греха, говорил Иисус. Но так как вы говорите, что вы видите и творите зло, то грех остается на вас. И вы умрете в грехах ваших. Вот это все подходит сюда. Ну да, да, ну плохо, убивать нехорошо. Ну а что же, вот желудок-то просит. И я продлеваю жизнь, жизнь одной своей кошечки, одной своей кошечки. Ради сотни ей надо каждый день это. Сколько умирать ради нее должно быть? Сколько? Да кошка свинью слопает за месяц. Сколько должно свиньи умереть, чтобы кошечка ваша жила? Бред. Если вы этого не поймете, у меня просто нет, у меня нечем опытом поделиться. Да я не хочу таким опытом делиться. Мы должны, на самом деле все люди на земле должны отказаться вообще от полной, от полного порабощения. Вообще это понятие, как домашнее животное, должно выйти из голов человечества. Вы такое, кстати, тоже практически нигде не услышите. Это полная чушь. Все эти домашние животные это ради похоти, собственно, заводят, пробощая их. Выводят, разводят, потом селекционируют еще больше, уничтожая их природу естественную. Все одомашние животные это извращение человеков. Они без них спокойненько жили в природе и не нуждались. У любого домашнего животного есть аналог в природе. А почему? Да потому что домашних животных не было изначально. Были просто животные. Спокойно живущие под покровом Божиим, которых Бог питал, грел и так все придумал, что птичка вот с такой ножкой, как спичка, спокойненько стоит на морозе, на бревне в минус 30 градусов и не мерзнет. И она не нуждается в заботе человеческой. И Бог питает всякую птичку и заботится о ней. Это все человек сделал только ради собственной похоти. И мы должны отказаться от этого. Кабаны спокойно живут в дикой природе. Волки, лисы, еноты, а те же самые собаки, спокойно живут без человека в естественной природе. Это все. А то, что сейчас уже многие домашние животные говорят, что они не выживут. А кто это все сделал? Кто это все извратил? Это, это картина ада. Это не истина. Если это картина вашей жизни, вы во тьме. Это невозможно. Для святого человека это невозможно. Это ваше клеймо для суда. Вот ваша жизнь. Это зло. Это грех. Нормальный человек видит это. Вот о том, что я сейчас говорю. Слепой не видит. Имеет глаза и не видит. Имеет уши и не слышит. Это же нож в руке у человека. Это же сейчас смерть. Это крики, вопли и конец жизни. Это зло. Это нельзя назвать добром. Нету оправданию зла. Нету. Это отговорки. Это извращение истины. Это подмена горького сладким, черного белым. Это без сатана в виде светлого ангела. Вот это все. Это зло. Если у вас есть домашние животные и вы оправдываете себя, что я не буду становиться веганом, потому что все равно придется там своему домашнему хищнику, так назовем, да, убивать животных, вы ничего просто тогда не поняли. Вы ищите отговорки просто. Вот и все. Потому что если у вас сейчас произойдет откровение от моих слов, и вы познаете истину, которая есть в любви, вы сами станете веганом в полноте. Естественно, будете делать их вокруг себя из всего. И из человеческого мира, из таких же, как вы, и из животного. Это очень важно. Я хотел это сказать. Смонтирую все в один ролик. Продолжайте смотреть. Я это в серединочку вставлю. Вы уважаете их ровно так же, как уважаете и любите дорогих вам собак и кошечек, и свинюшек, этих, как там, морских свинюшек, кого вы там заводите, якобы домашних животных. Как будто телята, свинята и курята не называются домашними животными. Если вы заявляете, что любите животных, вы обязаны проявлять сострадание ко всем видам животных. Вы же говорите во множественном числе. В общем, я люблю животных. А что? Теленок не животное? Он что, киборгом стал? Или камнем? А не только к тем видам животных, которых общество предписало вам любить. Все правильно. Именно общество. Какое общество? Эду не хватает религиозного языка, а мне хватает. Я человек, христианин. Какого общества, лежащего во зле? Об этом писал любимый ученик Иисуса, Иоанн Богослов, апостол любви. Мир лежит во зле. Все, что в мире. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все. Меня трясет везде похоть. Чрево, похоть очей. Мне надо что-нибудь. А, ну да, мех. Смотри, какой красивый, шикарный. А смотри, это статус. И гордость житейская. Что я буду, в синтефоне ходить? Нет, мне нужна там шкурка супер-супер. Это же статус. Гордость житейская. Ты ради этой гордости готов убить живое существо. А это же общество. Я когда-то пока не жил, у меня тоже были дубленки. Я тоже на других смотрел. Думал, смотри, какая у нее. Наверное, богатая шубка из норки за 100 тысяч. Когда зарплата 5000 рублей была. А сейчас я смотрю на тех, кто в шубе. Я даже на эту женщину теперь, какая бы она красива ни была, меня подташнивать начинает. Я даже с ней заговорить не могу. Раньше познакомился бы до покаяния. А сейчас нет. Мне отвратительно, что она идет в шкуре убитого животного. Если вы действительно любите животных, становитесь веганами. Человечество искусственно разводит все больше животных только для того, животных беззащитных, не способными нанести вред человеку. Смотрите, какие хитрозадные. Что тебе может оно сделать? Ничего. Это надо быть вообще полным конченным маньяком, чтобы развести животное, живое существо, как и любая мать рожает своих детей. И потом, сколько кто новости слушает, какая-нибудь там алкоголичка или не алкоголичка с помраченным умом куда-нибудь убивает свое дитя, там животное или мужчина, там это дитя задушит или еще что-нибудь. А мы не тем же самым занимаемся. Разводят животных только для того, чтобы эксплуатировать и увеличивать их страдания. А это никак нельзя назвать любовью. Я очень рад, что вот я говорю у Эда, вот это вот в первом, ну он называет, у него ролик называется, серия этих роликов 30 оправданий, я назвал там ответы на вопросы, что вот он очень часто употребляет именно это слово «любовь», потому что он будет потом очень часто использовать слово «мораль». Но для людей верующих, религиозных, я говорю, кто-то может там и никаким особо конфессиям, религиям не принадлежит, не относится, но сейчас куча всяких, да и всегда было. И языческих направлений, и мировоззрений разных, да. И даже атеистических, так называемых, коммунистических или еще каких-нибудь, все очень любят петь красивые песни о любви. Но только забывают все время, или точнее не видят, или не хотят видеть, что любовь, она в делах. Поступки человека говорят о его сущности. Если вы убиваете, то вы никого не любите. И вот это вот фашистское, мне очень нравится проповеди Гэри Юровски, западного тоже проповедника, он вот всегда вот на этот фашизм давит, и правильно делает. Вот это вот, это фашизм. Самый настоящий. Вы не христы. Особенно кто христианин, у меня особая боль, потому что сам я называю себя христианином, и меня печально, что люди мира, глядя на вот таких вот псевдо-христиан, вы просто фашисты, вы просто не христы. И мне, конечно же, с вами не хочется не иметь ничего общего, вообще никакой ассоциации с тем псевдо-христианством, которое существует в мире. Потому что когда я говорю, что я христианин, у людей сразу, а, религиозный конченый идиот, да, православный католик или протестант. А я говорю, не, я к ним никакого отношения не имею. Это фашисты, псевдо-христиане, это антихристы. По одному из этих дел можно понять, кто они есть на самом деле. Кем бы они себя ни называли, какие бы они добрые дела ни делали, ни одно доброе дело, ни одна твоя добродетель, или какая-то, может быть, маленькая часть света в твоей душе, она никогда, никогда не закроет того зла, тех грехов, которые ты причиняешь в другой какой-нибудь сфере своей жизни. Наши одни добродетели никак не могут оправдывать наши грехи. Невеста Христова. Я закончу для христиан свою речь. Невеста Христова. И мне хочется, может быть, действительно люди бы это слышали, кто-то, может быть, не христиане, да, люди еще далеки от этого, или сами так по праздникам, раз сто лет заходили. Слово христианин, слово святое, это одно и то же слово, одно и то же понятие. Это любовь, это добро, это совершенство, это чистота. Это невеста Христова, которая без пятна и без порока. И если вы за собой вот это вот шлейфом крови тянете, какая вам дорога в небесное царство? Вам заказана дорога в ад. Вы сами ее вымыстили трупами этих тел. Вот и все. Так что вот так вот. Поэтому вы все, кто не веганы, да, не настоящие христиане, равно веган, да, вы все, кто лицемеры, фашисты, антихристы, вы все предатели истины, предатели Бога, не имеющие в себе любви, духа его никакого. Вы там все насытесь с этим святым духом, у вас нет и близко его запаха даже у вас. Дух Святой – это дух любви. И он не делит и не разделяет Божие творения. Это делает дьявол. Вы жертвы пропаганды, жертвы дьявола, его сетей. В них вы находитесь, его чадами вы являетесь, ибо только он жаждет крови, страданий и слез. Поэтому прикусите свои языки и прекратите врать себе и людям о том, что вы любите, что вы исповедуете Бог, есть любовь, и вы поэтому, пребывающим Богу, у вас любите животных. Если вы их убиваете ради пожирания их трупов, ради их шкуры, чтобы на себя нацепить это, и прочие-прочие вещи, о которых мы сегодня с вами уже говорили, вы лжецы. Я вам всем желаю покаяния, всем вставать на сторону света, и всем становиться любовью, ибо только пребывающим в самой настоящей, жертвенной любви, которая не делает ближнего зла, которая защищает страдающего и нуждающегося, только эта любовь и приводит человека в небесное царство любви, сначала в своем сердце, а затем и во внешнее. Другого пути просто нет. Я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если измените свою жизнь, дайте мне знать, это меня очень порадует, потому что вы от этого обретете полноту счастья. Ну а если сами такими станете, обязательно поделитесь этим добром и любовью с другими, потому что проповедь, ее источник является любовь. Ты хочешь сделать других такими же счастливыми, как и ты.